Варюша, топотушечка маленькая, опа, ты мой хороший, привет, привет! Удача сегодня пришла в охоту, перегуляла немножко, но это даже июнь, хорошо попозже покроется, она у нас майская, получается июнь, июль, август, сентябрь, нормально, бык покроет, я надеюсь. Бычара, давай проходи, там сейчас бетон-мешалка приедет, проходи, ты погляди какой, он не нравится ему, палка. Давай, 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 цигель, цигель, такой топотунчик, топотунчик, куда пошла-то? Варвара! Ой, да что ж такое-то? Всем привет, дорогие зрители, подписчики канала Деревенский дневник, отчим, многодетные мамы, я вас неустанно радую своими статьями, видеороликами, стримами, а все почему? Потому что у нас тут настоящий движ на хозяйстве начался, наконец-то дождалась. Сейчас ждем бетон-мешалку, миксер, и сегодня у нас торжественно будет заливаться пол в новом коровнике. Это основа основ, как вы понимаете, как всегда, да, то есть все начинается с пола. А дальше уже, конечно, будут другие задачи стоять. Построить стойло, сделать автопоилки, провести вакуум-провод. И дай бог, дай бог, к зиме мы выстроим весь наш коровник, весь комплекс. Я уж постараюсь своих двух замечательных мужчин к этому сподвигнуть. А то что-то расслабились мальчики, да? Хрюшки к вам бегут общаться, соскучились. А вы их палкой, палкой. Их за ушком надо чесать. За ушком надо чесать. Мы сейчас, на самом деле, занимаемся тем, чтобы сделать проезд для миксера. То есть убирают ребята электропастуху. У нас здесь натянут почти на гектаре земли. Ну, почти, надо поменьше все-таки, с учетом строительства, стройки. Но, тем не менее, мы максимальное количество земли, которое у нас в собственности обтянули электропастухом. У нас гуляют здесь поросятки, коровки. Я неустанно повторяю, рассказываю, как это здорово. Потому что я сама кайфую от того, что животные вот так вот содержатся, знаете, вот в чистоте, на свежем воздухе. Видят солнышко, копаются в земле, кушают травку. У них все естественно тут. И мне кажется, это самое лучшее, что мы могли сделать для наших животных, которые мы выращиваем, естественно, на еду. То есть у нас мясо счастливых поросят, как у меня муж выражается. И сейчас мы уберем электропастух, чтобы проехала большая машина спереди. Она не заедет у нас. Мы освободили там проход, сделали большие прорези для ворот будущих. Ну и туда же будет подача бетона. Открою вам секрет. Мы не всегда включаем электропастух. Вот сейчас, Гриш, ты же без напряжения натянешь. Вот, без напряжения просто натягиваем веревку электропастуха. И на целый день можно даже так оставить. Конечно, через какое-то время они пронюхают, что он без напряжения. Но на время привоза бетона, я думаю, нам как раз этого хватит. Так что очень удобная штука. Всем очень рекомендую, кто содержит животных. Опять же, вопрос по свиньям много задают. Как они будут жить у нас зимой. Тем более такое количество. Сейчас у нас их прям реально очень много. У нас 12 маленьких голов, 16 средних. И вот три большие осталось. Чего? Деря не играет с возраста поросят. А Юрий, у этого пастуха не отключится. Отключен только тот. Да, я трогал его. Он попал в мир. Я на воле только раз говорил. Что она еще не знает, пастуха? Узнала. Ужас. Электропастуха еще дает возможность наблюдать за животными. Даже с ними в минимальной степени взаимодействовать. Можно воспринимать наше хозяйство как контактный зоопарк. Такой своеобразный. Видите, они как близко подходят. Можно их кормить. Можно их гладить. Дети тоже живут в гармонии с животными. Папа Саша неугомонно хочет погладить свинью. У него вроде даже получается. Опа, Варвара. Красотень какая! Сколько тыквы! Гриш, какой ты молодец. Смотри, здесь и рыжий, и желтый, и полосатый. Класс, класс, класс. Такие мячики. Смотри, если нужны симпатичные тыквы. О, кстати, смотри, как она с этой стороны смотрится. Прямо для фотосессии, да, с ребенком? То есть желтенькая, прям очень симпатичная. Он там, это, красненькая, хорошая, но у нее форма не очень такая какая-то симпатичная. Смотри, у нее форма не очень такая неказистая. Ну, с другой стороны, может, даже ничего. Совсем зато цвет приятный. Видишь, я случайно отломил, но она уже созревшая. И, в принципе, уже можно, кстати, можно при желании даже что-нибудь съесть из них. А этот вообще, этот, на ореховую похоже. Видишь, она характерная, видно, перемешание идет по семенам. Это прям вот, прям ореховая, чуть-чуть она от нее отличается. Смотри, вот какие. Они, ну, сейчас пыльные, они, да, не очень красивые. А так, а давай срывать, наверное, сразу их. Опа! Ой, тут зелененькая. Ну, тоже такая симпатная. Видно тебе отсюда? Смотри, какой. Вот, хороший тоже экземпляр. Пойдем сюда, в дебри. Ну, хотя, ничего особенного. Кругленькая. Как создаются статьи на дзен. Вы наверняка все видели, сколько много фотографий я в последнее время делаю. И помогает мне в этом муж и я. У нас появился новый аппарат, новый старый аппарат. Нам его подарили. И мы вот наслаждаемся, радуемся тому, что можем теперь делать качественный контент, радовать своих зрителей не только видеосъемкой, но и фото. Класс. Урожай арбузов. Ой, молодец, огородник настоящий. Случайно попавший арбуз. Я не знаю, от кого он там вырос, никто не видел. Вот сейчас нашли. Решили, что... Как пропустить такое дело. Кто-то вылетит. По-моему, успеет. Папа, мы пока запутся, что-то ставим. Что, где-то, где-то, где-то он. Ну что, я вернулась к нашему коровнику. У нас уже здесь выровнен пол под бетон. То есть ребята нам утрамбовали песок, выровняли по лазеру, уложили рубероид, сверху связали арматуру. А сейчас я уже слышу, как едет к нам миксер, бетон-мешалка. Впервые на этом канале, впервые у меня в жизни происходят такие чудеса. Видите, как я много придаю этому значения, потому что для меня, в принципе, стройка – это всегда мотивация жить, двигаться вперед, радоваться. И ничего мне больше не надо. Вот дайте мне что-нибудь построить. Неожиданно для меня, что он, конечно, решил заезжать задом. Это ему так долго пятиться придется. Мог бы здесь, конечно, развернуться. У нас здесь места много. Я, как всегда, в центре события. Сейчас самое эпичное начнется. Шум здесь, конечно, тот еще. А мы сможем ходить, как репортеры, с фотоаппаратами. Заснимаем такой момент. Искари, шестей. Сашка тоже подглядывал там. Я не успела его заснять. Какая красота! Как же здорово, когда вот так вот льется себе раствор. Не надо таскать тяжелые ведра. Намешивать это все. А еще знаете, что я узнала? Оказывается, промешать. Так цементный раствор может только миксер. Вручную мы все равно меньше промешиваем по времени. И получается более халтурно. Нет, конечно, мы-то делали, очень старались промешивать. Но, например, нанимая людей, на это рассчитывать особо не приходится. Одной большой плитой. Здесь раствор хорошо перемешан. Видите, фракция хорошая, цемент качественный. Дают ребятам гарантию на свою работу, что он не растрескается. Так что пол будет в коровнике то, что надо. Главное не упасть, главное не упасть. Да, здорово с бетономешалкой прямо. Смотри, красота. Действительно, быстро, удобно в спине. Растянул быстренько сюда. Видишь, почему я до этого не решался? Потому что, когда ты с ней не сталкивался, с ней не работал, ты не знаешь, как это все организовать, как все... У них у ребят, видишь, налажено. Бетономешалка приехала, растянули быстренько. А когда ты вот так вот видел уже, как это все делает спринц, можно и самим в дальнейшем использовать. При необходимости. Ну и когда есть возможность подъезда бетономешалки. Так что в теплом помещении у нас не было возможности подъезда. С той стороны не дотянется. А с этой стороны асфальт довольно тонкий, она его промнет прям 100%. Там, видишь, есть приспособления, которые вдаль, причем не только далеко, прям подачный этаж на любой. Но это дополнительно машина, которая стоит довольно приличных денег. То есть в нашем случае, ради, там, скажем, такого пола, мне кажется, это дороговато все-таки было бы. А вообще использовать можно. Я пока узнавал, мне сказали, что есть маленькие бетономешалки, двухкубовые, допустим, чтобы большую не гонять, когда маленький объем нужен. Так что под любые вопросы. Ты будешь говорить или мне что-нибудь? Давай я что-нибудь. Затекает труба маленькая. Ладно, что делать? Да ладно, так сказать. Не дай микрофон твой. Я хотела поговорить. Ну ладно. Мы так это встали, так. Наливной пол. На фоне работ происходящих, да? Да, все-таки решила отдать. Мне повторить? Как хорошо не только наблюдать за работами, но и вот сниматься на фоне работ. Все такие чистенькие, аккуратненькие, вот с фотоаппаратами. Хотел еще подметить особенности в заливке миксером. Надо постараться довольно точно высчитать объем бетона, который нужен, да? Потому что вот вопрос, а если чуть-чуть не хватит, что делать? И если будет много, ну тоже куда-то выкидывать его придется. В случае со своей бетонмешалкой, там ты просто намешиваешь столько... Там вопрос не купить лишнего цемента. Ну да ладно, с ним проще. Вот. Так что там намешиваешь столько, сколько нужно. Но, если поточнее подсчитать, очень удобно. Я испугался под напряжением. От коров мы закрыли здесь, натянули электропастух, чтобы они, не дай бог, туда не зашли, на всякий случай. Потому что сейчас к бетону совсем им не надо ходить. Но и до этого, когда была арматура, это, ну, это очень опасно. Они могут ноги себе переломать. Как это правильно называется, то, что вы сейчас делаете? Как это правильно называется? Да. Заглаживаете, ровняете. А, заглаживаете, ровняете. Он такой жиденький. У нас, когда мы заливали, у нас такая гуще была. Его фиг растянешь. Давай просто протянем. Давай. Мы сейчас будем присутствовать здесь долго. Смотреть за работой и просто снимать. Но основная задача, конечно, проконтролировать. То есть мы, может быть, мало в этом что понимаем. Но учиться-то надо. Если ты хочешь сказать, что у нас будет не учиться. Ну, вот, насколько я вижу, видимо, да. Ну, вот эта вот ножица, где стоит, да? Да. А вот они только и любят. Да. А потому что вот так вот гладилкой заглаживать такой жидкий раствор, оно так и, ну, по-другому не будет. Я так, ну, немножко удивлен, что именно так все и делается. Я не знаю, насколько идеально здесь все будет. По итогу муж говорит, что вот такие вот ямки. Да, то есть они будут все равно в немножко небольшие какие-то неровности в полу. Сейчас он выглядит прям грязным, да, и водичка впитается. И по итогу ямки останутся. А вот эта вода смущает. Ну, я спросил, он сказал, что сделать. Хотя чем, я не совсем понимаю. Просто оплезли. Вот здесь все. Ты видишь, что у нас под балки все затекло, то есть они теперь будут прям на бетоне стоять. Не, ну, это вот балочка, она, видишь, серьезно. Не, ну, не все. У нас, например, вот эта балка выше стоит. Это они не имеют. Но все равно все будет сюда все. Все затекло, да. А с учетом того, что они, ну, за гидрозоляцию, они сейчас будут прям помонтированы. И от пола гидрозоляции, в принципе, пол будет сухой. То есть, и получается, что, ну, дерево нормально будет. Нет, серьезно, вот прям гора с плеч. Камень, сердце. Основа основ, уже говорила, да. В общем, здорово, что мы перешли на новый этап. Потому что именно этот пол, он тормозил все. И даже мой отъезд в роддом. Ну, что, ну, увидели мы, что... Лужа осталась, водичка, она... Водичка утром все покажет. Вот, водичка она все показывает. Причем, немножечко поспешили, ребята, отвезли в раствор. Ну, лишний оставался немножечко. Тачку раз и выбросили. Вот. Вот она, водичка отстоит. Тут, наверное, не видно за бревном, да? Блин, ну, тут сантиметр прям ямка. Они хотели сгрести с боков там чуть-чуть. А столько не нагребешься. В волосы сейчас надо прям добавлять раствор и уже его разглаживать. Вот. А нам вот эта лужа ни к чему. Почему? Потому что была бы она около стойл, к примеру, и бог бы с ней за стойлами, да? А в том, ну, где корову там писеют и какают, мы там подсыпаем им опилочки, ну, на то и задача, чтобы они их впитывали. А здесь получается проход. То есть, если там, простите, корове моча потечет сюда, на проход, то ее тоже придется присыпать опилками. И по ним... А здесь самый проход. То есть, будет мотоблок есть, будем с бидонами ходить и так далее, да? И зачем нам эта грязь нужна? Вот. То есть, будет растаскиваться везде по всему сарае. Потому что там у нас на проход чуть повыше, и туда никогда ничего не течет. И опилки сыпятся только там, где коровы стоят. А где проход, там просто чистый бетон, ну, там, немножко тащится, опилков не страшно. То есть, его можно подмести, он чистым будет. Мастерить. Хитрые. Дырочка, это важно, между прочим. Там можно все заделать, одна дырочка останется, зайдет одна курочка. И все. Маленькая курочка, маленькую дырочку. Че, красотиша? Стой, тыишу, тыишу, еще тыишу. Смотри-ка, за полтора дня два человека сделали замечательный пол. Ну, хорошо с бутылмешок, конечно. Ничего не скажешь.